Финны бы назвали местечко Усма, что в Энспилском крае землей туманов, ливы – новой землей. Кто из них прав, неизвестно. Но Усма и одноименное озеро для Венспилчан и гостей стало популярным местом отдыха, рыбной ловли и занятий парусным спортом. В этом сомнений нет. Оно в последние годы прославился тем, что в первую пятницу августа на водной глади проходят живые концерты. В этот раз, преодолев час пути на яхте, наша съемочная группа пришвартовалась среди множества других лодок и кадамаранов недалеко от острова Маус Алкснете, около празднично украшенного плота. Ровно в 20.00 здесь начался концерт, который назвали «Соната на закате озера Усмас». В первом отделении звучала прекрасная классическая музыка. Концерт открылся выступлением тенора, экс-солиста национальной оперы, а ныне министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса. Концерт продолжили музыканты, которых представил министр культуры, выступавший в роли ведущего. Раймонд Созелс. Он один из трех в лодке, который организовывал первый концерт «Соната на закате озера Усмас», а также, конечно, Раймондс Мацац, Янис Перкунс и Марис Жагарс. Скрипач Раймондс Озелс представил на концерте популярные классические мелодии. Зрители наслаждались прекрасными оперными голосами. Затаив дыхание, они слушали, как музыканты берут самые высокие ноты. В концерте участвовали пианисты, гитаристы, скрипачи. Звуки, флейты гармонично сливались с пением птиц, стрекотанием кузнечиков и блеском рыбы в воде. Количество зрителей на воде трудно было сосчитать, глаза разбегались, но пару новобрачных заметили, пожалуй, все. Первое деление концерта завершилось классическими произведениями джазовой обработки в исполнении министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса. Вместо праздничного салюта министр культуры предложил всем выступление прославленной 80-е годы группы Perkins, в составе которой тоже раньше пел. Сегодня солировали Раймонд Забарташевич и Эва Акураторы. Многие зрители во время выступления Перкинса приплясывали на месте. Особенно это удавалось тем, кто приплыл сюда на плотах. Масса слушателей концерта пытались его увековечить, снимая происходящее на видео. Первая часть просто фантастическая. Вторая – старые добрые Перкины. Что может быть лучше старых добрых Перкинсов? Как вы думаете, будет ли продолжение? Думаю, что да. В следующем году в это же самое время. На бис скрипач Раймонд Зазлс исполнил на фоне лучей заката известную мелодию Алексея Рыбникова из рок-оперы Юнона и Авось. Композиция «Я тебя никогда не забуду». Концерт соната на закате озера Осмос завершился, и в лучах уходящего солнца зрители, не торопясь, наслаждаясь природной красотой, медленно разъезжались на своих судах, чтобы через год встретиться вновь. Продолжение следует...